здравствуйте мои дорогие гости зрители и подписчики моего канала канала обзор на не зазорно я благодарю всех тех кто ставит мне лайки всех тех кто пишет мне комментарии ну и конечно же всех тех кто подписывается на мой молодой канал всем огромное спасибо меня смотрит около 70 процентов без подписки поэтому подпишитесь пожалуйста вам не трудно мне приятно но если вы еще и на колокольчик нажмите вообще будет здорово но мы переходим к колесниковым у колесниковых на завтрак обеда ужин салат плов и гречка плову я даже боюсь сказать сколько дней если не лет а салат оливье которые света готовила вместе с металлиной и гречка которая я надеюсь свежая ну и конечно же запеканка запеканка с ягодами которую это готовила достаточно интерес она говорила о том что это творожная запеканка и она будет без фураги но об этом и говорила о своем прошлом влоге на столе в огромный такой бадье салат оливье прозрачный такой салатница плова я там как такового не увидела и в прозрачной салатнице много гречки но дети едят только салат вы знаете они едят его ложками и у них салат как основное блюдо оливье уж не знаю почему он понятно почему плов не едят а вот гречку почему не едят не знаю обычно с удовольствием едят на 5 гречки нет мяса ничего мясного гречки нет поэтому просто гречку есть тоже знаете как не каждый будет а в салате где нигде есть колбаса ну дарину обидели потому что дарина как вы как выразила света домахалась руками ну еще в прошлом своем блоге в прошлом своем обзоре я говорила о том что дарина ведет себя как юный боксер она еще и раньше я так понимаю забахивалась на старших братьев и сестер а сейчас ей дали отпор и она плачет но вы знаете еще мне понравилось то что света не стала защищать любимую дочу не стала обвинять других детей в том что дарину обидели она прекрасно понимает что дарина далеко не подарок и дарина может на самом деле достать кого угодно сидят за столом колесникова и виталина сидя на стуле поджав под себя точение поджав под тянув под себя колени делает математику очень интересно почему не в зале и почему не понятно почему не потому что у них освещение плохое а лёша никак это освещение не сделает а в зале почему она не как всегда это бывает тоже для меня загадка в общем она сидит и математику пытается решить прям с учебником сидит и рядом света говорит вот числовое выражение такое сякое и спрашивает а кто тебя учил по линейке считать но виталина толком ничего не смогла ответить то ли это в школе ее так научили то ли она еще до школы это умела делать непонятно я знаю что в школах так не учат по крайней мере в нормальных общеобразовательных коррекционных возможно но виталина учится вроде бы пока еще нормально вообще образовательной школе и действительно света говорит а что ты виталина будешь делать если цифры будут большими числа точнее будут большими там 50 60 ну или как света говорит 50 60 виталина только плечами пожимать ну в общем научиться я думаю научиться если она будет усердно заниматься я думаю научиться но опять же для этого надо чтобы родители хоть как-то проявили бы заботу в этом отношении и помогли бы ребенку перескочить этот этап высчитывание по линейке примеров и как-то не знаю приняли бы участие в ее обучении не только на камеру смотрите виталина мало уроки делает надо как-то принимать участие активное родителям нельзя все на школу только оставлять тем более первый класс ну что дети сидят салат я об этом уже говорила ложками едят и максим бедным такое ощущение что он с голодного края он вечно не доедает он этот салат есть ложками как и все и облизывает ложку представляете есть есть очень быстро боится что он не успеет что ему не хватит не понимаю чего он боится но он ест очень активно очень далее лёша стал спрашивать никиту как дела в школе говорит что многие жалуются на то что в классе никита ноги не уважают учителя но опять же лёша знаете как кто бы говорил называться чья бы корова начало его бы молчала потому что лёша очень некрасиво отзывался об учителях он считает что учителю уважение ребенка еще надо заслужить не каждый учитель заслуживает уважения но и так далее и так далее и так далее столько гадости из него выливается вы себе представляете вдруг этот человек заговорил о том что вот мол жалуются в отцепи пишет ему о том что да дети сидят на литературе или на уроке русского языка и не служит практически учителя а только вот сидят в телефонах и играются там и не выполняют естественно домашние задания ну хоть тут на камеру лёша вроде как стал в сторону учителя хотя это только на камеру мы знаем себе прекрасно лёшу какой он чудесный актер ну и говорит о том что вам задали читать кавказского пленника произведения льва толстого света говорит нет кавказскую пленницу максим говорит нет кавказский пленник кавказская пленница это фильм а кавказский пленник это произведение льва толстого вроде как до света дошло ну и дальше лёша говорит вот кто там самый мол непослушный в классе на русском языке или на литературе кто там себя ведет отвратительно и никита называет имей фамилию ребенка и лёша вместо того чтобы на монтаже это вырезать потому что все-таки личные данные сейчас закон об охране личных данных очень и очень в действии но нет лёша это дело не вырезал и в принципе можно там расслышать кто себя вел неуважительно по отношению к учителю смотрит все-таки колесников обзоры говорит о том что вот или там в комментариях ему кто-то писал или все-таки обзор я так думаю прослушал ну и просмотрел говорит что соду солью надо перемешать сделать такой раствор и полоскать зубы это не не с потолка взяли это им посоветовал врач хотя в комментариях мол он сказал что в комментариях пишет о том что не надо полоскать содой солью или даже просто содовым раствором не надо горит но это врач нам порекомендовал поэтому мы не отсидятельно занимаемся выполняем назначение врача про антибиотики говорит если там три таблетки значит это на три дня и они лучше знают как принимать антибиотики пять дней или семь дней нет три дня хватит в общем они внимаются в этом врача и делают все как надо обувь видно ему там писали о том что грибок может развиться если носить обувь после кого-то но нет лёша считает что обувь после кого-то носить это абсолютно нормально ведь все зависит от бренда если бренд хороший значит там и грибка нет а то что человек может иметь грибок и носить брендовую обувь потом брендовая обувь будет с грибком об этом лёша не задумывается видимо брендовая обувь самоочищается диван который многие говорили что он с помойки приволок он говорит нет это из квартиры он был в той квартире из которой принес этот диван просто решили так понимаю обновить мебель и старую мебель вот спросили надо ли лёшу ну естественно лёша он да все поэтому он вынес горит в той квартире нет клопов соответственно у дивана тоже клопов нет все можете жить спокойно обзорщики и комментаторы да вы знаете клопов может быть там нет но диван то с пятнами его надо чистить химическими какими-то средствами но посмотрим вычистят они теми средствами или не вычистят или так и остается диван весь свет уже собиралась его чем-то там застелить тем что пятен не было видно но говорится если вдруг подвернется случай то есть мусорки он тоже принесет что-либо и ту же мебель и например болгарку вон он с мусорки забрал да там был срезан провод но тем не менее он забрал пришел домой приладил тот провод заменил его и болгарка он у него до сих пор работает если кому-то не надо говорит нам надо так что все с мусорки принесут и починят и будут пользоваться им не зазорно вот запеканка говорит настя плача что случилось запеканкой подумала я но оказалось что настя высказалась что запеканка с манкой не делается кстати из-за того что она свете это сказала что запеканка на основе манки не готовится лёша я не знаю что он делал с ребенком настя сидит на диване плачет голову вне запустила естественно ноги под себя так коленки подтянула и плачет а лёша добивает вот как ты мол можешь маму учить маму учить нельзя будет она мол еще говорить так что завтра точнее не так завтра завтра ты будешь сама готовить запеканку мол у тебя все время до завтра найти рецепт поучиться а завтра уже самому приготовишь такую запеканку какую ты считаешь нужной естественно без манки мол учить родители это последнее дело и вот так он вы знаете на нее наседал бедный ребенок морально просто задавил ее и я вообще вы знаете за кадром думаю и только моральное было такое вот наказание что ли мне кажется и физические были замечания но мало того вместо того чтобы сказать сказать что настя ты большая умница ты всегда помогаешь на кухне маме ты виталина вы большие умнички большие помощницы не знаю что нам делала вы хорошие хозяюшки ну в каком-то таком ключе искать вот просто вот ты знаешь бывают запеканки такие такие но в основном конечно вот на мамке оно вкуснее получается и ну как-то на нет свести этот конфликт и знаете меня еще поразило то что света сидела и молчала то есть света одного поля ягода с лёшей она молчала это еще более странным кажется на фоне того что настя всегда помогает именно свете не лёше не лёше помогает топить котел во дворе что-то дело хотя лёша крайне редко этим занимается в основном конечно делают мальчишки максим и никита но настя первая мамина помощь настя виталина две девочки первой мамину заложки на кухне и света молчит и и все устраивает что я помощница так вот гнобит родной папа на ее муж соответственно да это ужас какой то я думаю так чужой человек не позволил бы себе обращаться с этим ребенком а тут родной папа и родная мама смолчаливого согласия мамы папа гнобит ребенка куда это годится и лёша говорит завтра ты будешь готовить запеканку и обязательно снимешь ролик как-то это будешь делать представляете в общем бедный тот ребенок у меня нет слов честное слово вместо того чтобы как-то свести на нет загладить ситуацию научить девочку может быть она что-то не так выразилась ну все может можно на не то имела ввиду что сказала но все может быть это ребенок в первую очередь это ребенок это не взрослый это дитё и вот так вот обращаться еще и ваше родное в ней ваши гены и вот так вот позволяетесь не обращаться просто не представляю какими надо быть людьми какими надо быть родителями чтобы вот так вот я очень надеюсь на то что когда настя вырастет она будет точно также поступать с вами когда вы будете уже на пенсии очень на это надеюсь хотя настя характер вот такой мягкий не знаю по-моему настя как раз и виталина из тех детей которые будут до конца дней с родителямими как бы родители над ними не издевались анжелика конечно вида такой заявила конечно чтобы такого бы не был дорога назовена такое заявила бы что волна запеканка на мамке не готовится тоже такого бы не было бы каталина точно так же сделал statary на очень такжеまず я был и encara можно издеваться хотя и это весь на повторюсь и настя первая помощница вами на кухне да и не только на кухне В плане уборки тоже первые помощницы мамины. Не Дарина, не Анжелика этим не занимаются. А вот эти две девочки больше всех помогают, и их больше всех наградят те родители. Очень странная семья. У меня, вы знаете, когда смотрела на ту Настю, и мне самой хотелось плакать. Но только не этим родителям. Ещё Лёша подливает масло в огонь, говорит, что... Он считает, что они правильно всё делают, они правильно воспитывают детей. И в конце, вы знаете, что он добавил? Ну, Настя, перестань плакать, от твоего нытья запеканка сама не сделается. Вот так. Вместо того, чтобы на нет свести эту всю ситуацию, этот конфликт. Нет, ещё вот подливает масло в огонь. Я просто не понимаю этих родителей. Честное слово у меня в голове не укладывается, как такое возможно. Родные, мама с папой, вот... Не знаю, как так можно. Ещё над теми людьми, которые на самом деле помогают. Помогают больше всех. И делают больше всех по дому. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влога семьи Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Но мне обращение с детьми вообще не понравилось. Я знала и раньше, конечно, что Колесниковы уникалы. Но что до такой степени, это вообще... Ещё Лёша сказал о том, что это у них не единичный случай. Часто, мол, такое бывает. Вот так вот они обращаются с детьми. В общем, где опека, просто интересно.